Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и описание этих работ по книге великий музей мира. Ян Гассарт, прозванный Мабюзе, святой Лука, пишущий Марию, около 1520 года, дерево масла 34 на 27. К образу святого Луки, рисующего Деву Марию, довольно часто обращались сломанские живописцы, считавшие его своим небесным покровителем. Согласно преданий, Лука впервые изобразил явившуюся ему Богоматерь. Ян Гассарт дважды писал картины на этот сюжет. В Венском, более позднем варианте, в отличие от ранней работы, в которой хранится в настоящее время Национальной галереи Праги, художник интерпретирует сцену явления Богородицы как чудо. Тема визионерских откровений святым была очень характерна для религиозного чувства народов Северной Европы 15-16 веков. Мастер изобразил Деву Марию с младенцем Христом на руках так, как будто она предстала перед Евангелистом Лукой в мистическом видении. Среди облаков в ореоле золотого света окруженные ангелами. Сам святой показан стоящим на коленях перед Пюпитром, на котором лежит белый лист с рисунком. Держащий серебряный карандаш руку апостола направляет находящийся за его спиной золотокуры ангел. Великолепие, выдержанное в римском стиле архитектуры, усиливает ощущение грандиозности совершающего события. Яркие цветовые всплески и сложная игра святотени в складках одежды наполняет картину беспокойным движением, соответствующим экзальтированному духу визионерства 16 столетия. Вот такое описание к работе святой Лука, пишущей Марию, около 1520 года, автор Ян Гассар, прозванный Мобюзе. Текст по книге Великий музей мира. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok